Я сегодня не буду читать стихи, как обычно это бывало, а буду выступать в роли автора-исполнителя. В зале городской библиотеки имени Горбунова необычная встреча в необычном формате. Анатолий Пережогин, член Союза писателей России, участник Сотружества Творческих Сил, сегодня больше поет, чем рассказывает песни Владимира Высоцкого. Будь то Минс, будь то Брест, в холода, в холода. Звучат не только произведения великого поэта, но и собственные сочинения Анатолия Пережогина. Большей частью это отрывки из новых книг, которые автор презентует тут же. Обе посвящены памяти Владимира Семеновича. Мне очень приятно представить эти книги именно в Ивантеевке, потому что здесь Владимир Семенович был не раз и с концертами, и с выступлениями, будучи еще студентом в школу-студии МХАТ. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнение смог в себе убить. Таких песен, как написал Высоцкий, у нас никогда не было. Он создал новый жанр. Я бы его определил как песню-симфонию. Рассказал очень много интересного и какие-то вещи, которые мы, может быть, еще не знали или уже забыли о Высоцком. Этот творческий вечер проводится в нашем городе Анатолием Пережогиным впервые. А вообще мероприятия, посвященные памятным датам великого поэта, в Ивантеевке уже стали традицией. Благодаря Содружеству Творческих Сил. В планах почитателей творчества Высоцкого выступить... ...с инициативой установки памятной доски на ДК «Юбилейный», где он неоднократно выступал, ну и в перспективе и установки памятника в Ивантеевке. Своё творчество Высоцкому Анатолий Пережогин посвящает уже много лет. Благодаря своим книгам в этом году он стал лауреатом литературного фестиваля конкурса имени Горбунова. Он пришел дать нам волю, правдой душу лечить, Чтобы лучшую долю мы смогли получить.